Всем привет! Меня зовут Алена. И сегодня я буду гулять по центру. Сейчас я нахожусь на площади Адама Мицкевича. Сзади меня находится памятник Адаму Мицкевичу. Вот там вот сзади есть университет Адама Мицкевича. И я сегодня пройдусь по улице Швентегла Марчина. Расскажу вам немножечко про эту улицу. Я вам покажу замок, то есть как бы университеты, которые здесь находятся недалеко. В принципе, если вы собираетесь просто здесь сюда приехать, попутешествовать, посмотреть, либо поступать, то вам будет, в принципе, полезно это видео, так как вы уже будете знать, где это находится, как сюда попасть, как проехать. Вот. И я немножечко расскажу вам, как отсюда подобраться до купца Познанского торгового центра и выйти на старый рынок. Это университет Адама Мицкевича. Памятник Адаму Мицкевичу. Вот здесь находится замок. По правой стороне тоже замок. Вот сейчас плохо видно, потому что солнце, но вот это вот здание напротив университета Адама Мицкевича, у Амы, он еще сокращенно называется, есть музычная академия. И если вот так вот прямо-прямо идти, то можно выйти к центральному ЖД вокзалу, к Познанию Глубному. Это замок. Сейчас иногда устраиваются экскурсии по замку. Есть выставочные залы, а также кинотеатр. Сейчас он называется культурный центр-замок. Вот это напротив находится музыкальная академия. Вот по правой стороне есть такой сквер небольшой с фонтанчиком. И я сейчас иду к университету экономическому. То есть он находится очень близко, в самом центре, недалеко от замка. Это экономический университет. Уже, в принципе, занятия начались, так как здесь начинаются занятия с 1 октября. То есть как бы первый день 1 октября такой более организационный. Всем выдают студенческие. Называется легитимация, с которой можно, в принципе, 50% ездить на проезде в городском транспорте. Также покупать билеты по Польше. Вот, а сегодня уже, в принципе, идут полноценные занятия. Вот, там по правой стороне находится такой парк. И так вот можно выйти к Познани-Глубному. И это улица Эдварда Тайлора. Вот то красное здание. Это тоже здание экономического университета. Общежитие от экономического университета находится на Гурчине. То есть как бы прилично доезжать, но ничего сложного там нету, так как трамвай ходит прямой сюда, вот к Таргам Познаньки, можно доехать. Это такие паркоматы. Таргам Познаньки. Это замок с другой стороны. Здесь находится почта. Вот здесь вот есть хорошенькая кафешка. Называется Птаща Радио. Рекомендую всем сходить туда. Вы заходите туда, и внутри такой дизайн, как будто клеточка. И везде птички, даже вот на окнах у них такие клеточки для птичек. Продолжение следует... Итак, мы выходим на улицу Святого Мартина. А это была улица Костюшки. Вот это замок. Сейчас там находится центром культуры замок и улица Святого Мартина. Это улица Святого Мартина. Есть даже праздник такой, праздник улицы Швентего Марчина, где в этот праздник перекрываются движения по этой улице, продаются рогалы марченковские рогалы и устраивается шествие карнавальное. В общем, улица превращается в такой большой карнавал, ярмарку уличной еды. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь находится гостиница. По этой стороне находятся здания, которые были построены ещё во времена советской власти. В них сейчас находятся офисные помещения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, я гуляю по улице Швентего Марчина. На этой улице находится очень много магазинчиков, банков. Вот там, по правой стороне находится высшая школа ЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА То есть, если вы хотите изучать английский, французский, испанский, то можно туда записаться. Это платная школа. Польский язык... У них нет такого, как польский язык для иностранцев, поэтому они такой вот не преподают. А так вообще есть ещё школа УМНИВУЗ, то там преподают польский язык для иностранцев. Стоит это 65 злотых в час. Это очень дорого, потому что можно найти репетитора и заниматься с репетитором. Это будет стоить 25-30 злотых в час. И, в принципе, не думаю, что это не менее эффективнее, чем в школе. Только единственное, что в таких вот школах вам могут выдать сертификат, который потом, возможно, вам пригодится либо на работе. Но всё-таки я думаю, что будут проверять знания не столько сертификат, сколько знания, ваши знания польского языка. Вот. Эта улица довольно-таки оживлённая. Здесь постоянно малыш собирается. Вот. Есть банки. Росланд-магазин. Что ещё здесь есть? Вот по той стороне есть книжка. Кшеньгарня. То есть магазин книжный. Это улица Святого Мартина. По той стороне книжный магазин есть. Турагентство. По этой стороне в основном идут банки. Сегодня я иду и гуляю по этой улице. Где вы можете, в принципе, тоже. Она довольно-таки оживлённая. Как и прогулочная, так и здесь ездят и рамваи, и автомобили. Автобусы здесь не входят. Но здесь, в принципе, как бы, есть все, так сказать, пункты услуговые. Если вам надо будет что-то купить, либо там в банк обратиться, в банкоматы. Есть куча кафешек. И если вот так вот мы будем идти прямо-прямо по улице Швендега Марчина, то можно выйти к торговому центру Купиц-Познанский. А уже от Купиц-Познанского тут есть недалеко направо. То есть если свернуть, то можно выйти к Бравару. А налево можно выйти на старый рынок. То есть здесь всё очень-очень близко. Всё находится рядом. В этом вы точно не забудетесь. Так же есть жабка. Там китайский ресторан. Я там была, наверное, несколько раз, и там очень вкусно готовят. Бедронка. Вот так вот если прямо-прямо-прямо идти, то вниз можно выйти к торговому центру Купиц-Познанский. Такие ещё старенькие трамвайчики ездят. И тут есть такой бар Кочак. Где-то на форумах я читала, что, допустим, это довольно-таки очень популярный бар. То есть он такой бар, как типа коктейльный. Там можно выпить кофе, съесть какое-то мороженое, коктейли, какие-то сладости. То есть Кочак такой котик. Котики там нарисованы. Это находится на улице Святого Мартина. Сейчас по левой стороне это галерия ММ, торговый центр. Вот она, галерия ММ. Застройщиком этого торгового центра является Танер. Крупный застройщик в Познане. Во время празднования праздника улицы Святого Мартина вся колонна с представлением начинает движение отсюда. То есть с этого костёла и двигаются вдоль всей улицы. Вот он торговый центр. Законовано какое-то интересное здание. Вот там вот прямо, если вот так вот пройтись минут пять пешком, то можно выйти на Плац Вольнощи, на Площадь Свободы. Вот там вот чуть-чуть дальше здание, такое зеленая крыша, такое темное, это Народовый музей. Это улица Пекары. С этой улицы мы выходим к парку возле Старого Бровара. Тоже очень красивая улочка. Вот там вот находится прямо улица Святого Мартина. И от нее вправо можно выйти с улицы Пекары до Старого Бровара. Здесь есть такая, на углу, старая каменицца. С такими невероятными балкончиками. Этой каменице уже, наверное, скорее всего, больше ста лет. Но почему-то ее даже не пытаются отреставрировать. Туда вниз по улице можно выехать к улице Лубейской. А так вы идти к парку. И к Старому Бровару. Вот там сзади выглядывает в конце улицы Купец Познанский. А это улица Угрудова. Здесь, конечно, удивительно. Вот старая каменица и рядом совсем новая постройка. Обычно такие постройки здесь называют пломба. То есть как бы вставленная между домами и такая более современная пломба встроенная. Угрудова 17 и застройщика Канер. Это тоже старые каменицы. Дорога здесь в Костка. Ну, вот такая вот брусчатка. И здесь по левой стороне как раз находится парк от Старого Бровара. Торговый центр Купец Познанский. Вот это вот называется Плац Веснолюдов. Купец Познанский. Здесь есть магазины. Я уже делала как-то видео. Бедронка там, где мне не разрешили снимать. Вот. И вот улочка, которая уходит немного левее. И как раз можно выйти на Старый Рынок отсюда. А вот направо здесь как раз начинается улица Пулвейская. Отсюда можно выйти до этого, до Старого Бровара. На сегодня это все. Мы сегодня прогулялись в облице Святого Мартина. И я желаю вам хороших выходных. И до встречи. Подписывайтесь на мой канал. Я очень рада, что вам полезно мои видео. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.